Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы с вами проговариваем и знакомимся с комплексом упражнений и массажными движениями для более старших детей. Детей от 9 месяцев до 12 месяцев. И в этом возрасте, уже в 9 месяцев, ребенок умеет совершать достаточно большое количество активных движений. Он свободно ползает, сидит, делает первые попытки хождения с помощью взрослых сначала, потом уже самостоятельно. И, соответственно, с одной стороны мы усложняем движения, которые осуществляем, то есть упражнения массажные. С другой стороны мы вводим в комплекс определенные какие-то гимнастические снаряды. Например, деревянная палочка, ну типа такой, как эстафетная палочка в спорте, да, такая гладкая, круглая. Ее хорошо использовать надувной мяч обязательно, какие-то пластмассовые кольца, погремушки с длинной круглой ручкой, за которую можно взяться. Все это активно нам помогает в организации определенного комплекса упражнений для развития ребенка от 9 до 12 месяцев. У меня есть немножко исходные положения, из которых мы начинаем делать, расширяются. Они могут быть уже не только из положения лежа на животе и на спине, но и из положения сидя, из положения стоя. Сейчас мы с вами немножечко познакомимся с этими комплексами и вспомним что-то из хорошо забытого старого, потому что мы эти продвижения будем просто добавлять. Итак, определенные упражнения. Ну, упражнение первое. Вспомним, необходимо включить в этот комплекс скользящие шаги упражнения, да, когда мы держим ребенка, и он осуществляет рефлекторно скользящие шаги. Но здесь мы можем изменить немножечко исходное положение, и, сделав это, дать ребенку возможность держаться за ваши пальцы, его держим за предплечье. Напоминаю еще раз, что мы держим в руке ребенка, и у самого ребенка удерживаем не за кисти, дабы избежать повреждения лучезапясного сустава, а за предплечье. И, шагая вперед, даем возможность осуществлять шаги самостоятельные. Где-то это рефлекторно, где-то ребенок уже сам участвует в этом процессе. Но это все способствует стабилизации равновесия, стабилизации движений, стимулирующей ходьбу, укрепления мышц ног и нижнего отдела спины, для того, чтобы ребенок мог более правильно и более активно ходить. Значит, следующее упражнение в положении лежа на спине. Мы осуществляем поочередное сгибание и разгибание ног, когда мы берем за стопу и сгибаем ноги в коленном суставе. Левую, правую, обе. Левую сгибаем, разгибаем. Правую сгибаем, разгибаем. Обе сгибаем и разгибаем. И вот здесь я хочу вам напомнить, вернее, напомнить, а подсказать, что, добавляя какие-то речевые моменты, мы параллельно к физической работе, к физическому закаливанию и тренировке, добавляем психоэмоциональные. То есть, как бы, да, в одном флаконе за один момент тренируем ребенка в нескольких ситуациях, в нескольких его этапах развития. К чему я это говорю? К тому, что мы добавляем счет. То есть, вы разговариваете с ребенком, и вы начинаете считать. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Он отдыхает. Вот это дает возможность не только, как бы, начинать учить ребенку счету, но и воспринимается ухом. Слова дает возможность правильного психомоторного развития. Это раз. И второе, мы вырабатываем у ребенка чувство ритма. Я думаю, это не лишнее, оно пригодится, когда мы ритмично начинаем работать с ним и делая упражнение. Вот это не надо забывать. Это, с одной стороны, вам, ни вас ни к чему не обязывает, а для ребенка это дает очень мощный толчок в развитии. Следующее упражнение – это подъем выпрямленных ног. То есть, если до этого мы ноги сгибали и разгибали, то теперь мы делаем их прямыми до угла 90 градусов в тазобедренном суставе. Раз, два, три, четыре. И обе ноги пять, шесть. Отдыхаем на два счета. Семь, восемь. Итак, мы делаем достаточно ритмично. Четыре, пять и раз, можно до шести. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ребенок с удовольствием делает это упражнение. С учетом того, что вы говорите, он это воспринимает как игру. Ему это очень нравится. Значит, следующее упражнение можно использовать тоже в виде игры. Если мы когда-то занимались ладушки, делали ладушки руками, кистями, то сейчас это можно делать стопами. Подняли ножки на 90 градусов и делаем то же самое, разговаривая ладушки, ладушки, только это не ладушки, а стопы. Ну, да, ничего менять не надо. В то же время это упражнение поможет ребенку и укрепить область тазобедренных суставов. Своего рода профилактика. Если есть подозрения на подвывах тазобедренного сустава, то это тоже очень хорошо работает. Следующее упражнение то же самое, только с руками. Когда мы идем, да, согнули левую и выпрямили, согнули правую и выпрямили, согнули обе и выпрямили. И на два счета ребенок отдыхает. Да, раз, два, три, четыре сгибаем в локтевых суставах. Вот это движение. Мы делаем, ванечки, это трудно. Делаем раз, два, три, четыре и обе пять, шесть, семь, восемь. Отдыхаем. Значит, следует тоже мы делаем шесть раз, по три раза каждой рукой и три раза две руки вместе. Значит, вращение мы тоже делали, да, вращаем в одну сторону, одну, в другую сторону, другую, потом в обратную сторону, одну, в обратную сторону, другую, и обе вместе. В одну сторону вращение и в другую, причем круг вращения должен быть максимально полный. Здесь тренируются не только мышцы плеча и мышцы руки, но и мышцы воротниковой зоны и спины верхнего отдела. То есть профилактика различных проблем, связанных со спиной. Значит, следующее упражнение мы уже делаем из положения стоя. Ребенок стоит, мы помогаем ему делать упор. Можно на пол положить или на поверхность какую-то интересную игрушку ребенка, мы, придерживая его за животик, вторая рука на спине, и он наклоняется, мы ему помогаем до того момента, чтобы при прямых ногах, чтобы взять предмет с пола и выпрямить. Выпрямиться после того, как выпрямляется, предмет забираем и кладем, или кладем другой, и ребенок наклоняется опять. Раз, два, выпрямляется. Следующее упражнение у нас уже тоже было. Мы осуществляем дополнительно поворот со спины на живот, подкладывая руку на область ягодицы и поясницы, и поворачиваем, отдаем толчок. Ребенок охотно переворачивается. И дальше обратно рука кладется на паховую область и низ живота до пупка. И дальше мы легкий толчок, и ребенок переворачивается. Единственное, напоминаю, чтобы это было далеко от края, потому что он на рациях может перевернуться в несколько раз и может упасть. Соответственно, мы делаем такой переворот три раза в одну сторону, и три раза в другую сторону. Значит, дальше мы осуществляем массажное движение на спине. Пометуя, мы это уже говорили, поглаживание одной половины спины от позвоночника поглаживания, другой половины спины от позвоночника. Разминательные движения, подщипывательные движения, которые опять чередуются с поглаживанием. И поглаживание ягодиц, по часовой стрелке мы это делаем. Можно подушечкой ладони, бугорком ладони мы это делаем и опять осуществляем поглаживание. Точно так же мы работаем с животом. Массаж живота и груди, значит, по часовой стрелке. Значит, грудные мышцы, каждую тоже по часовой стрелке. Желательно не трогать ни сам пупок, ни соски. Да, дальше идет подщипывание, идет растирание от пупа по мышцам к позвоночнику, опять поглаживание. То есть это то, о чем мы, в принципе, уже говорили. И ничего нового. Единственное, что можем усилить движение вокруг области пупка по часовой стрелке, потому что эта ситуация является профилактическим массажем для профилактики пупочной грыжи. Такие массажные движения все мы делаем, повторяем до трех раз. Следующее упражнение, которое мы делаем с ребенком, это мостик. И вот здесь мы кладем малыша на живот, на колени. Таким образом, смотрите, чтобы ребенок, можно дать ему игрушку, чтобы ребенок у вас лежал на коленях, да, чтобы живот и спина висели. Вы его поддерживаете. Вот он лежит, предположим, у вас на коленях. Одна рука у вас поддерживает его за ноги, за бедра. Вторая рука поддерживает его за животик. И вот вы старайтесь за счет руки, вот правой, да, которая внизу, удержать. И так, чтобы ребенок вот был, чтобы он висел силой вот этих мышц удерживать, да, не падал. Вот чувствуете, что он начинает падать, подержите его. А так в основном вот положение ребенка, он лежит у вас на колене, да, вот здесь колени. И вот он вот так лежит. То же самое мы делаем в положении наоборот. Кладем его на ваши колени вот так, поддерживая, да, здесь вот он лежит. Вот этой рукой вы его удерживаете. И второй рукой он прогибается. И второй рукой вы придерживаете, помогая ему не упасть. Значит, следующее упражнение – это приседание и вставание. Вот он стоит на твердой поверхности. Значит, дальше вы даете ему кольца или погремушки и стараетесь делать, чтобы он присел и поднялся. Присел и поднялся. Такое делайте достаточно для начала повторить это упражнение два раза. Чтобы он, да, выпрямился полностью и полностью присел, но не садясь на пол. Можно стимулировать в виде упражнений ходьбу на четвереньки. Вот он кладет, да, вы берете его в стопы и толкаете немножечко, стимулирует, чтобы он пошел на четвереньки, не пополз, а именно пошел. Вот. Ну и тренировка его ходьбы, когда вы берете за руки, лучше идти задом. Да, вы пятитесь, а ребенок идет к вам лицом к лицу, чтобы вы видите. Но здесь убедительная просьба обратить внимание на вашу обувь. Потому что если вы пойдете, там, скажем, с ошибками, которые назад не ходят, то вы упадете и выгоните на себя ребенка, получите травму оба. Поэтому лучше это делать, чтобы вы были либо босиком, либо в какой-то обуви, которая благополучно дает вам возможность идти задом. Главное, чтобы вы видели, как идет ребенок. Еще раз напоминаю, что держать ребенка за руки нужно не только за кисти, вот так неправильно, а за предплечье, то есть вот так, дабы избежать травматизации кисти, пальцев и лучезапясного сустава. Вот эти упражнения. На этом мы комплекс зарядки и упражнения ребенка первого года жизни заканчиваем. Дальше мы будем с вами говорить о массаже, гимнастике при каких-то заболеваниях, при проблемах. И у меня убедительная просьба, вот весь этот комплекс потихонечку делать с ребенком для его закаливания. Потому что очень часто мамы спрашивают на сайте, в чатах, при индивидуальном обращении о том, как повышать иммунитет, как закаливать ребенка, как делать так, чтобы он поменьше валил. Вот одно из реальных моментов – это гимнастика и массаж. Почему? Потому что, во-первых, это укрепляет систему ребенка, внутренние органы. Во-вторых, вы делаете на воздухе, в проветриваемом помещении, достаточно теплом, особенно вначале. Ребенок голый, как правило, то есть осуществляется кожа, дышит и кожа воспринимает такие вот воздушные ванны. Поэтому, плюс активность физическая, вот это все укрепляет. Поэтому вопросов очень много, но начните с малого. Начните просто с обычных упражнений и массажных движений. Иногда этого и будет достаточно, чтобы ваш ребенок был более здоровым. А сегодня мы с вами прощаемся. До свидания. Будьте здоровы. До новых встреч. До новых встреч.